такой корень тюркский, как тюн. Тюн – это ночь, тюн – это глубина. И, соответственно, от этого корня, если мы будем аффиксировать по-тюркски, например, Тунба, Туннау, мы получаем реку Дунай, или в славянском произношении Данубе, который еще ближе к переходу, к переисточнику Тунба. Да, и тоже с другой аффиксацией от Тунстер – это становиться глубоким. Днестр – Тунстер – это одно слово. Возьмем, например, такой вариант, как глубоковатый – Тунмар. Тунмар – это Днепр – то есть, ну, а просто глубина Тун – это Дон. То есть, получается, что вот эти все силы – это Тун. И, более того, в самом тюркском языке инвариант аффиксации – глубокий. Мы называем это Дунгыз, Тингыз, Тингыз. В казахском языке Тингыз – это океан. А названия других рек характеризуются обычно их какими-то свойствами. Ну, к примеру, значит, Булак. Булак – это родник, чистая родниковая вода. А Булак – инвариант Булгы. Таким образом, мы узнаем, что Волга раньше была чистая река. Морчат у нас загрязнённые. А на самом деле, Волга – это чистая родниковая вода. В отношении Урала, здесь два момента. Урал сейчас по-тюркски по-другому называется. Но очень характерны два изгиба на территории, вернее, при прохождении Урала, вот её истоков до Каспия. Она имеет два изгиба под прямым углом. А изгиб – это Урал. Урал, Уралу поворачивает, соответственно, поворот.